Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы смотрите и слушаете программу «Тема дня». Это совместный проект радиостанции «Монте-Карло» на Тверской частоте 95,5 FM и телестанции «Тверской проспект-регион». Сегодня с вами работаю я, Ирина Чекунова, а сейчас представляю экспертов нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня у меня в гостях Денис Игоревич Черных, начальник управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Здравствуйте, Денис Игоревич. И Дмитрий Николаевич Арестов, заместитель главы администрации города Твери. Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о безопасности дорожного движения. На мой взгляд, и на взгляд ваш, наверное, эта тема включает в себя сразу очень много понятий. Безопасность дорожного движения – это и поведение водителей, пешеходов, всех участников дорожного движения на дороге, это и качество тверских дорог, и в том числе вся дорожная инфраструктура. Потому что, наверное, Денис Игоревич, не совру, если скажу, что были времена, когда из-за неудовлетворительного качества дорог было довольно-таки много дорожно-транспортных происшествий. Сейчас тоже есть, но меньше. Сейчас тоже есть, да? То есть по-прежнему проблема не так остра, но она остается, да? Я предлагаю начать с того, чтобы охарактеризовать, как же начался новый этап, у нас новый учебный год. Это осень, как она началась с точки зрения аварийности, что беспокоит сотрудников ГИБДД в первую очередь? Ну, знаете, если мы возьмем, мы уже, скажем так, в упрощенном порядке подвели итоги 9 месяцев текущего года. Мы видим, что на дорогах Тверского региона произошло 1439 дорожно-транспортных происшествий, 129 человек, к сожалению, на дорогах региона погибло, но в целом можно сказать о том, что имеется устойчивая тенденция снижения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. В связи с тем, что количество ДТП, количество раненых такое абстрактное, скажем, число, да, и очень много факторов влияющих. А основная задача — это снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Если мы возьмем и сравним число погибших с прошлым годом, то это число уменьшилось практически на 20 человек, либо на 12%. Если мы возьмем статистику 2017 года, я думаю, что дальше в эфире будет понятно, почему именно 2017 годом мы сравниваем, то здесь снижение более чем на 20% числа лиц погибших на дорогах Тверского региона. Я перебью сразу вот так вот, 20% мы говорим в процентах, хотя здесь-то, наверное, может быть даже неуместно говорить в процентах, потому что даже одна сохраненная жизнь — это всегда речь идет о человеческой жизни. Вот правильно, то есть если с прошлым годом, то это практически 20 человек, на 20 человек меньше погибло. А если взять с уже 2017 годом, то более чем на 30 человек. Сотрудники ГИБДД каким-то образом могут повлиять на вот эту ситуацию именно по количеству погибших на дорогах? Это как? Мы уже не говорим о профилактической работе. Мы не говорим о том, что сколько раз мы за этим же круглым столом говорили, что на каждом повороте, на каждом перекрестке не выставишь сотрудника ГИБДД, просто не хватит сил. Это нужно, наверное, тогда, чтобы половина населения Тверской области работала в ГАИ, да? Да. Вот как можно, вот я не знаю, какие здесь оперативных секретов, наверное, нет, но вы в силах каким-то образом еще уменьшить эти показатели? Ну, смотрите, госавтоинспекция, в первую очередь, это орган, который обладает контрольно-надзорными полномочиями. Контроль на дороге, да, это тоже наша задача, но на самом деле инспектор ДПС, он должен работать в определенном месте, заниматься тем, что конкретно в этом месте случается, да, то есть профилактировать. Но кроме этого, есть большой объем работы, связанный с дорожным надзором, с техническим надзором, ну, уже не говоря о пропаганде безопасности дорожного движения. Если взять направление дорожной инспекции, да, то совместно с органами исполнительной власти, с органами местного управления, с собственниками дорог, нами вырабатываются те меры, которые в конечном итоге становятся основой вопроса безопасности дорожного движения. То есть те, в первую очередь, инженерные мероприятия, которые уже в дальнейшем собственниками дорог закладываются в те или иные проекты, в дефектовочные ведомости, в проекты организации дорожного движения, в проекты проведения работ ремонтных, да, и в конечном итоге это играет роль. То есть где-то нужно поставить светофор, где-то нужно поставить положительную искусственную дорожную неровность, где-то поставить пешеходное ограждение, если взять, допустим, агломерации, да, если взять региональные дороги, то здесь больше вопрос возникает к очистке полосы от вода. То есть тогда, когда при поворотах водитель наблюдает так называемый треугольник безопасности, треугольник видимости, это, опять же, ограждение там, где кюветы достаточно глубокие, это дополнительные дорожные знаки, это хорошая качественная разметка и так далее. То есть все вот это, в этом понимает участие сотрудников госавтоинспекции. Все это новые знаки, допустим, то, что вы включаете, дорожные полиции, лежачие полицейские, все это, как мы говорили, статистика дорожная, к сожалению, иной раз строится на человеческих потерях, на человеческой жизни, на крови, да, то есть вы то же самое анализируете число ДТП, да, анализируете аварийную ситуацию и приходите к мысли, что именно здесь что-то необходимо делать. Ну, конечно, смотрите, пример. Прошло дорожное транспортное происшествие, нет краевого ограждения, глубокий кювет, машина съехала, перевернулась, ударилось дерево, там погибли люди. Стоит барьерное ограждение, машина ударилась в ограждение, да, машина повреждена, да, наверное, кто-то пострадает, но вопрос, еще раз говорю, снижение именно смертности на дороге. Вот, число ДТП очень сложно прогнозировать, потому что от этого зависит, ну, очень много факторов влияет. От правосознания до технического состояния автомобиля, до состояния дороги. Ведь даже зимой, когда большинство у нас в этом году проблематика именно в первом квартале сложилась на региональных дорогах, и разговор идет о том, что именно на этих дорогах у нас прошел, из-за этих дорог у нас прошел рост погибших в результате ДТП, да. Но если, опять же, анализировать эти погибших, то, опять же, это голова водителя. Да, может быть, там и было скользко, но ведь у нас правила дорожного движения говорят о том, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать какие-то... Погодные условия. Конечно, метрологические, погодные и так далее, там подобное, да. Кто-то поставил разную резину на автомобиле, поэтому его занесло. То есть, вот эти все факторы, в принципе, мы и созданы, та служба, которая... А сотрудник ДПС, который находится на дороге, это уже, скажем, солдатик, который делает именно то, что... или выполняет те задачи, которые основаны, в первую очередь, на состоянии аварийности, на прогнозных показателях, то есть, мы понимаем, где может пьяный водитель поехать, да. Вот, опять же, в прошлом году у нас из 200 с небольшим погибших четверть, 50 человек погибло в пьяных дорожных. Это достаточно много. Но продолжается контроль трезвости. Вот мы недавно выезжали, опять смотрели по городу, причем такой тотальный контроль трезвости, да, когда останавливается поток машин, да, и проверяется, я смотрю, уже водители относятся к этому с пониманием. Мы уже привыкли. Да, нет, абсолютно, абсолютно полное понимание, нет никаких вопросов, там, почему меня остановили, скажите основание, там, покажите какие-то документы. Да, как раньше это было, в самом начале. Да, граждане некоторые начитаются, то есть, нет, абсолютно все с пониманием к этому относятся, и боюсь глазить, но достаточно серьезное снижение аварийности всех трех показателей с участием или по вине пьяных водителей. И еще один вопрос относительно ДТП, происшествий, в которых страдают дети, потому что, опять же, таки, вот недавний ночной рейд показал, что есть водители, которые даже ночью везут маленьких детишек твоих, и они совершенно не пристегнуты, как называется, живой щит. Сидят взрослые, дети трехгодовалые сидят у них на руках. В случае что? И сразу первый-то удар на них, на этих ребятишек. Я не буду говорить о муниципальном образовании, это один из районов Тверской области, где при проведении мероприятия утром возле образовательной организации был остановлен водитель, находящийся в состоянии объединения, который привез в эту школу двух несовершеннолетних, а сам он является педагогом в другой школе. Поехал на уроки, наверное, проводить, да? Вот, примерно так же, да. То есть, вот так и было, на самом деле. То есть, вопрос в том, кому еще мы можем объяснить о том, что дети должны быть пристегнуты, о том, что водитель должен быть трезвый и так далее. Если педагоги, привозя своих детей, вот таким вот образом игнорируют, скажем так, минимальные, наверное, требования безопасности, связанные более со своим ребенком. Перед тем, как нам уйти буквально на три минуточки на рекламу, еще один вопрос относительно того, звонят ли вам люди относительно тех условий дорожных, тех непонятных ситуаций в городе, которые нужно исправить с вашей помощью? И предлагают ли что-либо вам прислушивать, если вы как советуем? Нам очень много поступает обращений, заявлений граждан, которые говорят о том, что здесь их что-то не устраивает, здесь есть какие-то недостатки, да? То есть, что-то мы отрабатываем самостоятельно, что-то мы перенаправляем. То есть, где нет наших полномочий конкретно, мы перенаправляем собственникам дорог. Если мы возьмем город Твери, то в администрацию город Тверис, здесь еще департамент, и там уже берем на контроль отработку того или иного. Но понятно, что очень сложно удовлетворить все потребности, часть из которых абсолютно не соответствует дорожной обстановке. Вот я хочу здесь пешеходный переход, я хочу здесь искусственную неровность, а вопрос на самом деле более глобальный, а нужно ли это здесь? И в итоге совместно уже, совместными усилиями мы вырабатываем какую-то стратегию в этом направлении и смотрим на именно проблемные, то есть задача-то на самом деле очень простая, закрыть проблемные точки, в которых именно места притяжения или совершения дорожественных происшествий. Есть два понятия, есть место концентрации ДТП, а есть второе понятие, это потенциально опасное место. Потенциально опасное место, их достаточно много, и мы стараемся потихонечку ими заниматься. А вот здесь, если мы видим, что это действительно так, то мы уже более жестко разговариваем с администрацией и наставим на том, чтобы здесь что-то появилось. Ну, такие на самом деле вопросы редко возникают. Понятно, мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, а потом вновь вернемся в эту студию, не переключайтесь. Здравствуйте еще раз, уважаемые друзья, мы вновь в студии программы «Тема дня», совместный проект радиостанции «Монте-Карло» на Тверской частоте 95,5 FM и телестанции Тверской проспект «Регион». Сегодня говорим о безопасности дорожного движения и все, что связано с этим понятием. Дмитрий Николаевич, скажите, вот мы говорили с Денисом Игоревичем перед рекламой о том, что прислушиваются сотрудники ГИБДД, фиксируют все звонки от жителей нашей областной столицы, от жителей региона. Поступают ли такие звонки вам? Есть ли у вас отдел специальный, который работает с населением? Ведь, наверное, если так вот через сито просеять все жалобы, найдется какое-то рациональное зерно. Давайте так смотреть. Вопрос достаточно более серьезный. И действительно, Денис Игоревич Прямин сказал. Поступают и звонки, поступают и письменные обращения. Причем этих обращений десятки за день поступают в город. Естественно, они все анализируются на возможности их реализации. И те разумные, которые действительно несут в себе какое-то здравое зерно, реализуются в той дорожности, которая есть. Вот эти пожелания, они как-то оцениваются специалистами, да, уже, которые специалисты действительно, надо сюда или не надо. Вот правильно Денис Игоревич сказал. Кто-то хочет, чтобы там через каждые три метра были лежачие полицейские или светофор через каждые пятьдесят. Да, имеется в виду еще и научное какое-то подтверждение этому, необходимости этого, да? Конечно, да. Это касается, да, и искусственных дорожных неровностей, и светофоров, и остановочных пунктов, которые люди хотят периодически перенести там, где им удобно непосредственно, а не в целом сообществу. Поэтому рассматривается, ну, в общем, действительно рассматривается каждый случай по отдельности и принимается, наверное, единственное верное решение. У нас коллеги в департаменте дорожных хозяйств открыты на диалог и отрабатываются все поступающие обращения. Сезон этого года, осень, осень, да, 2019 года, началась с непростых условий довольно-таки для автомобилистов и для пешеходов, для жителей двери, потому что много перерывов идет, ну, небывалый для нашего города ремонт дорог, да, ремонт улиц, причем в различных районах. Я уже сейчас не говорю о Крупском путепроводе, да, мы об этом, возможно, поговорим чуть-чуть попозже. Вот каким образом выбирались те дороги, которые в первую очередь необходимо ремонтировать, да, кто смотрел на эту необходимость, опять же, такие специалисты, на что главное обращалось внимание, и как вот подбирались сроки, как вот вы знали, что, да, это не приведет к какому-то транспортному коллапсу. Потому что у нас в городе, ну, так вот, ну, частенько бывает, да, Денис Игоревич, наверное, я не совру, если даже какая-то небольшая авария где-то происходит, то может встать половина города, у нас такое было. А тем более, если две такие вот аварии, которые что-то перегорожат в двух районах, то это совсем коллапс. Наверное, вы правы. В первую очередь, у нас в этом году рассматривалась возможность ремонта магистральных улиц, то есть, по которым идет максимальный трафик движения, и которые находятся в недостаточно ненормативном состоянии, и у которых уже прошли все гарантийные обязательства, то есть, которые можно было смело включать в эту программу и проводить на них тот ремонт, который есть. Естественно, что сроки контрактов и сроки выполнения работ стыковались, но это очень легко увидеть, например, в фанале Снегисина-Горького, где мы видим, что один участок уничтожей дорожной сети уже выполнены все работы, завершены в том числе разметка, и перешли на второй участок, дабы избежать некого коллапса. Понятно, что трудности все равно есть, и критика в любом случае существует, но все-таки максимально сделано так, чтобы избежать неких трудностей. И даже перекрытие проезжей части, перекрытие элементов уничтожей дорожной сети, которые осуществляются, и то мы пытаемся минимизировать сроки, чтобы, опять же, исключить недовольство наших граждан. Вот перекрытие, каким образом вы взаимодействуете с ГИБДД, когда решаете вопрос, каким образом продумать объезд? Потому что очень часто, и за какое время автомобилисты узнают, вот я была на совещании, которое проводилось у нас с перевозчиками, да, с теми же самыми маршрутными такси, да, и они жаловались на то, что очень часто они довольно-таки долго до последнего не могут узнать, как же объехать то ли иное место, или где будут копать, что мы можем сказать. Ну, здесь можно сказать, что год у нас пробный, тренировочный, один из первых, когда мы в таком объеме действительно прошли. Есть некая доля истины, ряд постановлений и перекрытий действительно готовился достаточно в экстренном порядке, чтобы провести работу как можно скорее, и не сорвать именно производство цикла наших подрядчиков. Понимаем, что у нас конец года, и сезон, ну, непонятно, сколько он еще позволит нам проводить работу в том темпе, в котором сейчас есть. Денис Игорьевич, как ваш взгляд на эту проблему? Ну, однозначно, и в начале сезона, и постоянно у нас организовано взаимодействие с администрацией города Твери в части, скажем, первое, это первоочередное мероприятие, то есть, как где лучше, да, то есть, учитывается мнение. Второй момент, это вот, на какой улице, какой объезд лучше осуществить. И мы видим, да, то, что даже когда у нас произошел, встал вопрос по ремонту Бражеского путепровода, да, то есть, некоторые улицы, во-первых, схемы организации дорожного движения, некоторые улицы были там несколько отреставрированы, да, в районе Южного путепровода. Мы очень долго говорили о том, что необходимо реализовать движение под южным путепроводом со стороны микрорайона Южный, да, и, в принципе, вот этот вот развяз, который сделали временно, и потом уже она будет введена постоянно, да, когда можно будет уже без потока ее нормально отремонтировать. Здесь однозначно идет разговор о том, что вот это взаимодействие, оно налажено, и дальше оно в дальнейшем будет продолжаться. Я вот немножко поддержу, да, Николаевич, здесь, на самом деле, вопрос какой, что действительно в текущем году очень большое количество федерального финансирования было выделено в город на проведение тех или иных ремонтов. Это федеральные средства, да? В большинстве случаев, да. То есть, есть вопрос о финансировании, но в большинстве это федеральные деньги, и понятно, что здесь и отношения и у подрядчиков, и у заказчиков. Оно несколько другое, чем было раньше, да. И, на самом деле, мы наблюдаем в текущем году некий позитив в самой организации проведения дорожных работ. То есть, в месте проведения дорожных работ намного улучшилась и схема организации дорожного движения, и отношения самих подрядчиков, которые начали понимать о том, что у них действительно на несколько лет появляются объемы. Понятно, что им придется еще выиграть конкурсы и так далее, да, но вопрос в том, что они будут востребованы. И вот это колоссальное количество километров, которые в этом году, на следующий год, оно еще будет больше. Еще больше. Да, но еще раз говорю, что эта программа, она уже сейчас практически определен перечень на ближайшие три года дорожных работ. И мы уже пытаемся их стыковать, соответственно, по, допустим, что-то сделать в июне, что-то сделать в августе. Но поэтому у нас будет открыто, да. Ну, вот, Адмир Николаевич привел пример, да, вот, Горького и набережной Афанаси Никитина. То же самое можно сказать, что перед закрытием Буражского путепровода был отремонтирован Октябрьский проспект, да. Потому что понятно, что одновременно это делать будет невозможно. Ну, то есть идет, да, наопережение. А не так, как раньше, допустим, как вот мы в предыдущие годы, к сожалению, видели, да, в городе, когда все выпадает снег, конец года близок, надо осваивать средства. Значит, это народная примета уже. Если начали ремонтировать дороги, значит, скоро Новый Год. Да, ну, так оно и было, уважаемые друзья. Теперь, то есть, этого нету, да. И, естественно, по качеству сразу вопрос, который я вспомнила про Новый Год. Мне очень часто звонили телезрители и говорили, задают вопросы, потому что они видят, говорят, что такое происходит. Асфальт кладут либо в лужи, либо в снег. Там, ну, я видела сама, это было вот где-то год-полтора назад, что, ну, сугроб и начинаются какие-то дороги непонятные. И уже тоже самая народная примета, если асфальт перед Новым Годом положили, значит, когда стаит снег, так называемые подсвежники, асфальт уйдет вместе с этим снегом. И все снова здорово. Значит, в городе говорят, а чушь, деньги-то надо отмывать, ну, какой дождь деваться-то, да. Как у нас в этом году происходит? Это давайте мы сразу, давайте скажем, потом скажем, перейдем к национальной, это нацпроект, да, объясним людям, что такое нацпроект, да. Как в этом году, что мы можем сказать за качество дорог, за качество асфальта? Качество однозначно будет хорошее, потому что и работы принимаются, соответствующие акты, специалисты, вырубки берутся, все проверяется. Ну, а те примеры, то, что вы привели по поводу лужи, в настоящее время, действительно, наши подрядчики в основном ловят погоду, именно ждут погоду, когда можно уложить на сухой асфальт. Но мы также понимаем, что есть рекомендации Рософтодорога, которые позволяют, на самом деле, при определенных условиях, при определенной подготовке, класть, в том числе и при небольших осадках, небольшом снеге и при температурах до минус 10 градусов. Поэтому мы это максимально пытаемся не допустить и реализовать при положительных температурах. Но это также допустимо. Это при соответствующих технологиях позволяет получить вполне качественное дорожное покрытие. Вы подтверждаете, Денис Ильич? Я это подтверждаю и думаю, что те звонки, которые раздаются, по крайней мере, если будут раздаваться в этом году, то это будет связано, наверное, не с укладкой асфальта в рамках нацпроектов, в рамках финансирования, а это будут, скорее всего, просто какие-то локальные мероприятия, связанные с заделкой какого-то разрытия и так далее. А что касается всего того, что сейчас происходит, мы видим качественную дорожную разметку, мы видим качественный асфальт. В принципе, это та технология, которая укладывается на федеральных трассах асфальт. Здесь есть увеличенная гарантия подрядчиков и однозначно подрядчики в городе работают все местные. И разговор не идет к тому, что они там завтра перерегистрируют фирму и будут... И уедут куда-нибудь на юга, такого не будет, да? И то есть мы можем гарантировать, ну как вот гарантировать с точки зрения дорожного строительства то, что вы говорите, что это не на год, а что это вообще-то существует срок годности этой дороги, которую вот сейчас кладут? Ну, во-первых, гарантировать будет гарантийное обязательство у подрядной организации, ну 5 лет срок гарантии на данную работу. То есть фактически, если положили, то 5 лет мы можем здесь что-нибудь... На дорожное покрытие будет. На дорожное покрытие. Потому что еще задаются вопросы, вот там вот на дороге яма на яме и ямой погоняют, там так называемый ямочный ремонт, ну который, извините, друзья мои, достал уже просто иной раз. Вот, а здесь вроде бы лежит хорошая дорога, но вот ее опять почему-то вот перекладывают. Это опять же таки отсутствие ям не значит, что эта дорога уже непригодна будет к эксплуатации. Конечно. Данная дорога, если она попала в этот реестр, вот перечень, она находится в ненормативном состоянии. А как вы уже говорили, вопрос задавался, что цель данного национального проекта, безопасность и качество автомобильной дороги, каждое слово ключевое, безопасные, качественные автомобильные дороги и доведение, именно самое главное, показателей по нормативным дорогам до тех показателей, которые заданы. По городу Твери это 85% к 2024 году. К 2024 году это у нас будет 4 года нам, да? 5 лет. 5 лет. 4 года осталось. Ну, фактически, как по Маяковскому, через 4 года здесь будет город Садфакт, да? Можно сказать и так. Давайте, уважаемые друзья, еще раз объясним, что это такой национальный проект безопасной и качественной автомобильной дороги. Давайте, давайте. Значит, действительно, национальный проект, который действует на всей территории Российской Федерации. Первоначально это было опробовано на ряде регионов. Называется он «Безопасная и качественная автомобильная дорога». Как я Николаевич сказал, действительно, здесь вопрос безопасной качества, он ставится вверх этого национального проекта. Подразумевается, что в регион приходит определенное федеральное финансирование на определенные мероприятия, связанные с приведением дорог. В данном случае Тверской агломерации и региональных дорог, основных региональных дорог, то есть основной опорной сети, да, в нормативное состояние. Подразумевается, что за эти деньги, соответственно, производится ремонт дорожного покрытия, устанавливаются дополнительно какие-то, проводятся мероприятия по безопасности дорожного движения, устанавливаются, соответственно, инженерные мероприятия, да, инженерные средства организации дорожного движения. И в конечном итоге мы говорим о безопасности. То есть, вот сейчас, уже сейчас, в данный момент, нами начата работа, совместно с администрацией вместе с нами. Мы объезжаем те участки дорог, которые запланированы уже на 2020 год. Смотрим, где что нужно улучшить. И дальше эти мероприятия будут включаться уже в проекты, которые потом будут вставляться на торги, уже будут определяться подрядчик. На следующий год, я так понимаю, километров дорог еще больше будет сделано. Если в этом году мы делаем почти 36, то в следующем году порядка 62 километров. Фактически весь город будет у нас в новых дорогах, можно сказать. Да, но надо не забывать, что основная опорная сеть города, она уже в принципе-то в текущем году уже будет приведена в соответствии. То есть, там они будут уходить уже. Переходим в распред, да, в некие, не магистральные, а именно районные значения. Отлично. А люди где-то могут об этом узнать, какие дороги будут ремонтироваться? Вот заранее что-то такое посмотреть, что в плане или как? Наверное, мы сейчас определимся окончательно в рамках экспертов, именно посмотрим, какие дороги окончательно попадут в этот реестр. И дальше, естественно, это будет открыто, будет проводиться информирование населения. Естественно, все дороги мы покажем. Значит, мы сейчас уже услышали, насколько, давайте еще раз скажем уже об этом нацпроекте с точки зрения города Твери. На самом деле, это вот началась такая вот качественно, принципиально новый уровень, да, подготовки города, инфраструктуры города. Да, да. Вот иной раз спрашивали, как работают. Рабочий день у дорожных строителей, почему-то всем как-то вот как бельмо на глазу, что вот почему они начинают работу там в 10 или в 12, почему они ночью не работают, то есть, если бы они работали ночью, то это все было бы быстрее. И вообще было бы, а почему это работают люди, а не роботы, да? Почему вот так вот происходит? Кто контролирует? На самом деле, регулярно проводится контроль. Ну, вот даже с точки зрения работы там ночное время, они у нас работают буквально с 6 часов утра и до позднего вечера. Ночью была у нас практика, когда начали работать в ночное время, тут же посыпались жалобы, почему работают в ночное время. Мешают спать, мешают, да, конечно, люди планируют на следующий день идти на работу. Естественно, что многих вполне это настраивает на некий негатив. Поэтому максимально вырабатывают рабочий день, и опять же надо понимать, что бригад, естественно, люди просто устают банально. Они должны отдыхать, хоть они и меняются, но все четко соответствует с графиком, даже чуть быстрее, чем... Я говорю, что, наверное, было бы еще, подразумевал бы еще этот нацпроект, что работали бы не люди, да? Тогда можно было бы работать круглые сутки, которым людям не надо было спать, а отдыхать, да? И было бы вообще все замечательно. Мы пытаемся же, конечно, минимизировать, в том числе и трудности для населения. Значит, на время далеко не все воспринимают положительно. И это наши магистральные улицы, они в основном в жилых районах. У нас с двух сторон жилые дома. Надо понимать. Вот сейчас сроки там, где раскопали уже, да, просто я вижу, сколько сил бросается, как это все делается. Это, конечно, несколько мешает проезду, да, но теперь все, когда это все приведется в соответствие, это будет очень здорово. Вы укладываетесь, вот сейчас, говорим, в сроки? То есть вот сейчас сроки, которые запланировали, допустим, на ремонт вот этой улицы, на ремонт этой улицы, все пока идет по плану? Мы укладываем их в сроки, и в целом реализации у нас проекта мы ожидаем чуть быстрее, чем запланирован по сроку выполнения работы по контрактам. Давайте несколько буквально слов, людей это интересует, относительно трамвая, что трамвайные рельсы действительно изжили себя, их необходимо уже менять. Трамвайные пути действительно в настоящее время деформированы. По сути, у нас осталось два участка трамвайных путей, которые находятся в нормативном состоянии. Они оставлены, те, которые сейчас демонтируются, шпалы уже полностью прогнились, если деревянные, рельсы сами по себе деформированы. То есть они в любом случае для дальнейшего использования для трамвайных сообщений невозможны. Это вот уже просто вопрос безопасности, да, мы говорим? Конечно, да. И оставляя их при ремонте дорог, мы получаем, ну, в первую очередь, сомнения возникают по поводу безопасной дороги. Потому что трамвайные пути, они в двух случаях придется переезжать, и это затрудняет и движение, и может привести к нехорошим аварийным ситуациям. Сейчас убирая трамвайные рельсы, это расширение дороги, да, мы видим. Это, опять же, удобство для автомобилистов. Ну, а как там потом, мы уже посмотрим, да, с годами в нас соберется. Можно, как обыватель, да, то есть действительно трамвайное движение, оно, наверное, нужно в городе Твери, да, в связи с тем, что и трамвай там один из первых появился, и вот эти вопросы, ну, смотрите, ситуация какая. Если мы едем, ремонт проведен трамвайного полотна по Тверскому проспекту, в принципе, там трамвай идет практически не слышно, да, и то межрельцевое пространство, которое есть, оно практически не разбивается. Если мы видим то, что было на улице Горького, да, на улице Благоева, то это бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, разбивается трамвай, разбивается дорога, и глупо сейчас было закатать асфальт между вот этим межрельцевым пространством, да, пустить трамвай и на следующий год уже перекладывать этот асфальт. Это уже мы переживали, все это уже было, а тем более, что если поворот от Горького на Благоева, мы видели, какие там ямы, сколько там машин потерял за свою резину. Совершенно правильно, поэтому здесь вопрос заключается вот в этом, а вот уже на то основание, которое сейчас на настоящий момент укатывается вот это межрельцевое пространство, там уже сделать современный трамвайный путь, это уже гораздо менее затратно будет, чем... Что будет потом, вот, Дмитрий Николаевич, тоже народу интересует. Вот хорошо, сейчас поменяется асфальтовое покрытие, разметка, да, те же самые лежачие полицейские. Насколько вот вы взаимодействуете здесь с ГИБДД относительно того, где это надо, насколько это важно. Потому что я знаю, некоторые недовольны, почему мы поворачиваем налево здесь, а не там, как это было раньше. Почему разметка так сделана, а не по-другому, как это было раньше, опять же, все почему-то вспоминают. Ну, может быть, тогда мы были моложе и деревья были выше, как это принято говорить, да, все идет вперед. Это уже тоже какие-то в разметке, в знаках, это тоже новые технологии в нашем городе. Ну, здесь у меня короткий ответ на самом деле. Занимодействие действительно осуществляется. Мы все эти материалы, которые у нас есть, мы показываем в инспекции. Спасибо вам за участие. И еще отдельно, да. И, в принципе, те трудности, которые есть, наверное, они вызывают тем, что люди просто не привыкли к таким решениям. Они действительно лучше. Но люди привыкли, как раньше. Какое-то время пройдет, люди поймут, у тебя преимущества, новые размеры, которые есть, и будут их использовать. И, в общем-то, будет все положительное и замечательно. Я помню, раньше было большое количество предписаний, в том числе в адрес дорожных служб со стороны ГИБДД. Насколько сейчас решается, не надо там 10 раз, а то и сотни раз напоминать. Я помню, были такие проблемы, что никак администрация не шла вам навстречу. Нет, я не буду лукавить, что и в текущем году, и в адрес МОБЖЕК, и в адрес департамента, и выдавались предписания, и составлялись административные материалы. То есть, эта работа есть, это нормальная наша контрольно-надзорная полномочия. Но это никоим образом не влияет на сопоотношение между этими организациями и вопросами безопасности дорожного движения. То есть, однозначно, есть рабочие моменты. Где-то, если есть недопонимание, то здесь этот вопрос решается несколько по-другому. Но сейчас и с главой администрации города, и с назначенным заместителем, который начал курировать данные направления деятельности, нормальные рабочие отношения. И надеюсь, что они в дальнейшем и продолжатся. В связи с тем, что вопрос-то не в том, сколько нам административных материалов составить. Вопрос в том, чтобы наши дороги были безопасны. Поэтому проще, наверное, решить вопрос с ремонтом цветофорного объекта, подсказать коллегам. Так как, в принципе, они и сами должны объезжать свою территорию, свое хозяйство и смотреть, где что не так. То есть, проще подсказать и гражданам сделать это проще, чем выдать предписание, подождать трое суток. Через трое суток посмотреть, сделали ли не сделали. Но это, опять же, все негативно будет сказываться в конечном итоге на организации дорожного движения. Поэтому здесь мы за вот это рабочее взаимоотношение. Кстати, уважаемые друзья, вот вопрос к вам, к вам, к двоим. Вы часто выезжаете в город посмотреть, в какое состояние, как и что? Ежедневно. То есть, вы не понаслышке знаете, что это такое, потому что тоже слышится иной раз, да, они, наверное, в городе не бывают, да, или, как говорится, видят мир из окна персонального автомобиля. Это вовсе не так. То есть, вы знаете, да? Встречаемся на объектах, мы смотрим те или иные проблемные вопросы, то есть, спокойно в телефонном режиме собрались, посмотрели, приняли решение, подчиненным поставили задачу. Был вопрос у меня вот относительно к эфиру, когда я готовилась, вот тоже был такой вопрос, качество освещения на тверских дорогах. Давайте скажем, когда зажигаются фонари, мы сейчас входим в темное время суток, да, к сожалению, когда зажигаются фонари, некоторые говорят, что слишком тускло горят фонари. Некоторые говорят, наоборот, что слишком ярко, и этот фонарь светит прямо в глаза, когда ты после работы дома отдыхаешь и смотришь телевизор. Что можем сказать людям? Ну, освещение, это часть восприятия жителями, это, конечно, субъективно, есть, естественно, показатели, которые определяются, отвечают на данные, за освещение муниципалитета 5-гору электро, которое проверяет, естественно, меняет освещение, в том числе, обратили внимание, уже ряд светильников светодиодное освещение, оно и более экономичное, и очень соответствует всем параметрам, которые есть. В принципе, если есть какие-то конкретные обращения, если светит в окно, наверное, жителям никого не надо обращаться в город, возможно, неправильные какие-то настройки, может быть, неправильно при ремонте, там, разместили сам непосредственно фонарь освещения, это, конечно, можно все отрегулировать, все сделать. Но, опять же, надо понимать, что это субъективно, нравится, не нравится. В целом, сейчас в темное время все-таки включается, в светлое время это дистанционное управление, и все работает так, как необходимо. На ваш взгляд, Денис Игоревич? На мой взгляд, если мы говорим о вопросах безопасности дорожного движения, то однозначно нужно повысить скорость замены светильников, в частности, в первую очередь, меня интересует, что? Меня интересуют вопросы, то есть там, где у нас есть пешеходные переходы, там, где есть остановочные пункты. В принципе, эта программа определена и делается, она и сейчас освещается, просто там стоит лампа накаливания, она, как правило, тусклая, и если мы возьмем специальный прибор, то будет понятно, что освещенности не хватает. Но понятно, что вот так вот по щелчку, опять же, во всем городе светильники не поменять, поэтому однозначно мы наставим на том, чтобы, в первую очередь, это делалось первое на остановочных пунктах и на пешеходных переходах. Я посмотрела, что сейчас пешеходные переходы видоизменились, да, у нас очень много таких вот, которые увидят, автомобилисты видят издалека эти пешеходные переходы, да, это и в целом будет дальше меняться, да, оснащенность современным оборудованием, как в нашем городе. На ваш взгляд, мне бы хотелось узнать вот от вас, вот, от вас, Денис Игоревич, от вас, Дмитрий Николаевич, самые такие вот участки в нашем городе, улицы, возможно, проблемные места, и что бы еще, на ваш взгляд, надо бы подработать, надо бы сделать, и надо бы как-нибудь подлатать? Ну, подлатать, на самом деле, очень просто, то есть, есть в городе чуть более 30 мест, которые называются места концентрации ДТП, да, ну, так называемый просто народный очаг аварийности. Это где чаще всего происходит? Да, это чаще всего происходит, это либо ДТП одного вида, либо там более трех ДТП с пострадавшими на определенное количество, там ли это перекресток, либо на определенное количество метров дороги. И вопрос заключается, ну, вопрос очень простой, что первый момент, это уделять внимание вот этим вот местам и проводить, в первую очередь, мероприятия там, там все очень банально. Где-то нужно дооснастить светофорный объект, например, стрелками, либо нужно перенастроить светофорный объект, либо нужно зашить просто участок дороги, там метров 200-300, да, чтобы бабушки не переходили через дорогу пешеходным ограждением, да? Да, так, как это было, помните, в юности микрорайоне, когда поставили, там же сколько было ДТП, поставили, все, изменилось. Где-то нужно вот запретить, потому что вы говорите неудобно гражданам, левый поворот. Понятно, что на, допустим, Волоколамском проспекте, где мы имеем по три ряда движений в каждом направлении, да, глупо оставлять левые повороты в каждый двор, да, почему? Потому что человек, по сути, первый момент, он останавливается в этом месте, он парализует движение по этой третьей полосе, да, в своем направлении, далее он пересекает три ряда движения в встречном направлении, что небезопасно, да, ради чего? Ради того, чтобы там две минуты, три минуты на стафоре пытались развернуться, или бы выбрать другой путь движения, если это его обычный маршрут, да, то есть, в принципе, если мы получали, когда мы начинали эту работу, там, пять лет назад, бороться с этими левыми поворотами, И сейчас, однозначно, та разметка, которая будет нанесена на определенных участках, это улица Туполева, это проспект Победы и улица Орджоникидзе, однозначно, там будет минимизировано количество вот этих левых, особенно, давайте возьмем улицу Туполева, да, то есть, там через каждые 20-30 метров въезд на какую-то второстепенную улицу, да? Ну да, 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 то вторая силикатная, то пятая силикатная. Совершенно правильно, да, то есть, однозначно, здесь мы это будем минимизировать, и будут, соответственно, места для разворотов предусмотрены. Дмитрий Николаевич, на Ваш взгляд, какие такие проблемные у нас участки в городе, вот Вы выезжаете каждый день, говорите, смотрите, что, на Ваш взгляд, еще вот надо? Я вот полностью подержу, Дмитрий Игоревич, потому что у нас этот перечень также есть, мы его отрабатываем, и наша основная задача реализовать как можно больше именно в этом году, для того, чтобы минимальными достаточно усилиями снизить количество именно этих очагов. Это основная наша задача совместно с инспекцией. Ну и как я поняла, что если новые дороги, новая разметка, да, профилактика, да, возвращаемся к ней, еще раз говорить, убеждать, да, что видно, эту разметку, кстати, разметка тоже вместе со снегом не сойдет. Теперь уже нет. Теперь уже нет, да, то есть так же на пять лет, будем надеяться, да, ее хватит, да, чтобы... Нет, ее разметки не хватит на пять лет, она будет обновляться, естественно. Ну, разметку нанести, уважаемые друзья, это не асфальт положить, да? Ну, она уже наносится, во-первых, прекрасная пластиком, то есть однозначно у нее службы будет больше, и за последние два года в городе очень много улиц именно наносилось такой разметкой, мы видим, в принципе, ее, ну, скажем так, ее жизнепригодность, да, к зимнему условию, вот. Вот, а то, что добавить, ну, допустим, сегодня ДТП ночью у нас произошло, да, на пересечении, на площади революции, так называемой, да, то есть пересечении Лорского проезда и улицы Советской. Ну, банальное ДТП один, другой водитель не пропустил. Вопрос. Очень серьезные последствия, вот в интернете есть на фотографии этих машин, да, есть пострадавшие, вопрос, из-за чего оно произошло. Вот, вот, мой 20-летний опыт говорит о том, что оба автомобиля, они не ехали со скоростью 60 км в час, а ехали с гораздо большей скоростью, особенно тот, который поменьше автомобиля, это первый вопрос. В связи с этим сейчас уже администрация предпринята соответствующие меры совместно с правительством Терской области, да, и первые рубежи, скажем так, системы автоматической фото- и видеофиксации на вновь отремонтированном участке дорог, включая, кстати, улицу Советского, которую еще в конце 17-го года, да, отремонтировали, вот эту всю прямую, да, от площади Гагарина до Амигала, там уже появятся новые комплексы, которые будут фиксировать различные нарушения требований правил дорожного движения. Потому что, к сожалению, у нас же как, чем лучше дорога, тем выше скорость. Вот это такое было, помните, много-много лет назад Санкт-Петербургское шоссе отремонтировало, яма на яме была, и как отремонтировано начался повальный какой-то рост ДТП, потому что уже народ мечется. Мы сейчас имеем рост ДТП вот именно на отреставрированных в конце 17-го года улицах, то есть улица Лавжарова, улица Советская, это вот первая часть. И если мы опять же вернемся к нацпроекту «Безопасные качества автомобильной дороги», то он состоит из четырех федеральных проектов. Вот по двум проектам у нас ремонтируются те или иные участки дорог, один проект, по нему занимаются военными дорогами, то есть которые относятся к Министерству обороны, и четвертый, это федеральный проект называется «Безопасность дорожного движения», то есть это вот именно те мероприятия, которые направлены в первую очередь на так называемое промывание мозгов. И Торская область подписала соглашение с федеральным центром по реализации вот этого федерального проекта, разработан региональный составляющий вот этого федерального проекта «Безопасность дорожного движения», в рамках которой мы сейчас видим все больше и больше вопросов уделяется именно пропаганде «Безопасности дорожного движения». То есть это одно из составляющих действительно. Если касается госавтоинспекции, то мы увеличили, скажем так, количество своих походов. Хотя вы их и не прекращали никогда. В организации, то есть с работниками встречаемся, рассказываем, показываем наглядно, показываем. Дальше мы занимаемся непосредственно с автошколами, то есть перед выпуском такое небольшое, не скажу, что пугалка, но вот именно в другом не знаю, как назвать. Мы говорили сколько раз, а только такое может помочь. Да, совершенно правильно. Потому что давайте нас возьмем, водители со стажем, мы едем, увидим какое-то серьезное ДТП, там некоторое время мы как-то очень уверенно соблюдаем правила дорожного движения, а потом все это отходит. Но вот это не должно отходить на самом деле. И вот это все направлено на реализацию таких мероприятий. Дмитрий Николаевич, ваше пожелание, пожелание жителям города Твери относительно того, что сейчас происходит, возможно, куда звонить, кому обращаться, и тем, что нас ждет вот уже в новом 2020 году. 2020 год уже, уважаемые друзья, скоро. Ну, в первую очередь, то, что мы уже обсуждали, если жители видят то, что не устраивает, что-то видят, какие-то нарушения, естественно, обращаются либо на сайт администрации города Твери, там есть прием обращений, либо в департамент, либо в администрацию письменно, все это будет в кратчайшую строку рассматриваться, приниматься какие-то меры. Это в первую очередь. Опять же, предполагаем, и к этому будем максимально прикладывать усилия, чтобы в следующем году нам все-таки выйти на дороги в более ранние периоды, не август, не июль, а уже начинать прямо с начала лета проведение работы. А лучше и весной уже почему-то. Здесь тоже есть свои моменты. Нет, нет, нет. Весна не подходит? Весна не подходит. И чтобы нам снизить все-таки проблему для наших жителей, и уже к первому сентября, это наш идеальный вариант, мы к первому сентября, чтобы вышли уже отремонтированные дороги в следующем году. И, возможно, мы будем говорить о окончании ремонта Бурашевского путепровода? Или это мы еще говорим? Нет, почему ремонт Бурашевского путепровода, это май 2020 года. Соответственно, работа на нем ведут. Тут недавно была экспедиционная поездка губернатора. Возникли там некоторые проблемы, опять же, которые доложили. Они будут решаться оперативно, но все меры принимаются к тому, чтобы все это закончить в срок. То есть, мы, заканчивая нашу беседу, говорим, что все ведется по срокам, все ведется по графикам, все ведется под контролем, самое главное. Однозначно, да. И качественно. Денис Игоревич, ваши пожелания участникам дорожного движения? Скоро у нас уже совсем на днях. Уже мы видим, что дорожные условия меняются, скоро зима. К чему быть готовым? Да, день жестящика, так называемый. Ну, смотрите, мы очень серьезно распространим среди населения ту информацию, которую мы сейчас готовим по анализу аварийности на дорогах Тверской области в зимний период. То есть, мы хлебнули проблем именно из-за зимы. И еще раз говорю, что чаще всего это был именно человеческий фактор. То есть, не были какие-то там серьезные ДТП с пьяными, там еще что-то. Это именно человеческий фактор. То есть, когда человек просто, ну, кто-то не умеет, кто-то почувствовал, что его железный конь там вытащит его из любой ситуации, да, там, вот. То есть, кто-то был не готов к управлению автомобилем в зимний период, кто-то просто переоценил возможности себя как водителя и технические кратеристики автомобиля. Вот именно такие глупые ДТП нас привели к этой проблематике. Вот. Сейчас мы, снова получилось стабилизировать, но чтобы не было вот этих вот скачков, мы доведем информацию о аварийных участках на региональной сети дорог, о тех проблемах, которые будут возникать у населения. Уже сейчас мы готовим, пересматриваем дислокацию сотрудников ДТП, чтобы основные региональные дороги у нас все-таки в зимний период были прикрыты. И надеюсь, что ведем соответствующую работу с собственником, то есть с территориальным дорожным фондом по вопросам организации именно зимнего обслуживания. Будем собирать подрядчиков, разговаривать. Усилим однозначно свой контроль и, по крайней мере, все меры с нашей стороны, которые, возможно, будут приняты по недопущению такого количества ДТП именно в зимний период. Ну а пожелать одно, что не надо переоценивать свои возможности. Думайте, что вы делаете, как вы делаете. Не забывайте, что машина — это машина, а водитель, который сидит за рулем, это, по сути, он управляет с очень повышенной опасностью. И чтобы не наступили те последствия, негативные последствия, нужно, в первую очередь, с трезвой головой, не в том плане, что состояние алкогольного пьяни или нет, а именно рассудительно, с чувством, с толком думать о любом своем действии, которое производишь за рулем. Дмитрий Павлович, вы как заместитель главы администрации, вы курируете вопрос техники, которая будет убирать город от снега. Что мы можем сказать жителям, потому что уже, что называется, ну не со дня на день, но очень скоро мы приходим в этот период. Будут у нас проблемы, не будет коллапса 2012 года. К первому снегу мы готовы и соляная скважина, и песко-соляная смесь. В настоящее время сейчас дозакупается соль и песок, готовится, соответственно, песко-соляная смесь, и будет завершена подготовка к зимнему периоду. То есть сейчас на то время, на те трудности, которые могут возникнуть, у нас предприятие полностью готово. И еще один вопрос, который бы хотелось буквально несколько секунд, относительно, опять же таки, того, что по новым дорогам, да по новой разметке, да еще бы культурно пассажирские перевозки, да, вопросы маршрутных такси, это тема отдельного разговора, вопросы общественного транспорта, то же самое, контролируется, ведь потому что вот в октябре исполнился, к сожалению, год, как произошла страшная авария, где погибло 13 человек, это пассажирские автобусы, маршрутное такси заказное, да, что-то, вот было очень много рейдов, всего было сделано, проводится такая, продолжается работа, и в чем ждет улучшение? Работа однозначно продолжается. Проблемный вопрос, если мы возьмем, там, более 70 дорожно-транспортных происшествий, то есть у нас пришло по вине лицензиатов, так называемых, 64, да, ДТП, да, то есть там, где водитель автобуса стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Так вот, из этих 64, 87% это город Тверь, то есть это так называемые наши маршрутные такси. Соответственно, работа как проводилась, так и проводится, она не останавливалась и не будет останавливаться, но та схема пассажирского перевоза, которая сейчас в настоящий момент правительством Твескового совместного администрации внедряется на территории городской агломерации город Тверь и Калининского района, однозначно, то есть мы также принимаем участие в этой работе, однозначно это улучшит ситуацию с аварийностью на пассажирском транспорте. Дмитрий Николаевич, подтверждаете? Да, конечно. Да, но трансфорд-модель повлияет на безопасность. То есть людям беспокоиться здесь не о чем, что куда-то не попадут они, что-то не приедут или не доедут? Нет, категорически не стоит. Здесь вопрос достаточно, если раньше можно было махнуть рукой маршрутки и она остановилась непосредственно напротив дома, то вот в этом будет неудобство, потому что будет... Четкая остановка. Четная остановка, конечно, четкая, да, но это будет комфортабельный автобус, система кондиционирования, да, с водителем, прошу прощения, в кепочке, в рубашке и с галстуком, да, жителям... И которые не просят побежать за пирожками, да, а потом обозрение, как это было. Да, 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 вот недавно публикация была, да, совершенно правильно. То есть здесь однозначно вопросов нет, а к новой схеме просто к ней нужно будет привыкнуть. И опять же, однозначно после внедрения администрация будет решать вопросы по поводу, там, каких-то несения, какие-то изменения для улучшения транспортного служения населения. Ну, что называется, уважаемые друзья, поживем, увидим, да? Конечно. Спасибо вам за такой подробный разговор, я думаю, что жители нашего региона останутся вашими ответами довольны. А о том, что будет, я думаю, встретимся вновь в этой студии, поговорим, чего опять нам не хватает и как мы хорошо живем. Спасибо, уважаемые друзья, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова